Кематхия сутта, в чем смысл? АН 11.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, один, учитель, в чем смысл и польза благого нравственного поведения? Два, Ананда, смысл и польза благого нравственного поведения, вне сожаления. Три, а в чем, учитель, смысл и польза несожаления? Смысл и польза несожаления, в радости. Три, а в чем, учитель, смысл и польза радости? Смысл и польза радости, в восторге. Три, а в чем, учитель, смысл и польза восторга? Смысл и польза восторга, в безмятежности. Три, а в чем, учитель, смысл и польза безмятежности? Смысл и польза безмятежности, в удовольствии. Три, а в чем, учитель, смысл и польза удовольствия? Смысл и польза удовольствия, в сосредоточении. 8. А в чем, учитель, смысл и польза сосредоточения? смысл и польза сосредоточения, в знании и видении вещей в соответствии с действительностью 9. А в чем, учитель, смысл и польза знания видения вещей в соответствии с действительностью? смысл и польза знания видения вещей в соответствии с действительностью, в разочаровании 10. А в чем, учитель, смысл и польза разочарования? смысл и польза разочарования, в бесстрастии 11. А в чем, учитель, смысл и польза бесстрастия? Смысл и польза бесстрастия, в знании видения и освобождения. Так, ананда, смысл и польза благого нравственного поведения, в несожалении. Смысл и польза несожаления, в радости. Смысл и польза радости, в восторге. Смысл и польза восторга, в безмятежности. Смысл и польза безмятежности, в удовольствии. Смысл и польза удовольствия, в сосредоточении. Смысл и польза сосредоточения, в знании и видении вещей в соответствии с действительностью Смысл и польза знания о видении вещей в соответствии с действительностью, в разочаровании Смысл и польза разочарования, в бесстрастии А смысл и польза бесстрастия, в знании о видении освобождения Так, Ананда, благое нравственное поведение последовательно ведет к высочайшему Читана сутта, намерение А.Н. 11.2 Благословенный сказал, 1.2 Монахи, нравственному человеку, тому, кто обладает нравственным поведением, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть несожаление возникнет во мне. Несожаление естественным образом возникает в том, кто нравственен, чье поведение нравственно. Три, тому, кто не имеет сожаления, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть радость возникнет во мне. Радость естественным образом возникает в том, кто не имеет сожаления. Четыре, тому, кто рад, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть восторг возникнет во мне. Восторг естественным образом возникает в том, кто рад. 5. Тому, у кого ум насыщен восторгом, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть мое тело станет безмятежным. Тело становится безмятежным естественным образом у того, чей ум насыщен восторгом. 6. Тому, у кого тело безмятежно, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть я буду переживать счастье. Тот, у кого тело безмятежно, естественным образом переживает счастье. 7. Тому, кто переживает счастье, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть мой ум будет сосредоточенным. Ум того, кто переживает счастье, естественным образом становится сосредоточенным. 8. Тому, кто сосредоточен, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть я буду знать и видеть вещи в соответствии с действительностью. Тот, кто сосредоточен, естественным образом знает и видит вещи в соответствии с действительностью. 9. Тому, кто знает и видит вещи в соответствии с действительностью, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть я буду разочарован. Тот, кто знает и видит вещи в соответствии с действительностью, естественным образом становится разочарованным. 10. Тому, кто разочарован, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть я стану бесстрастным. Тот, кто разочарован, естественным образом становится бесстрастным. 11. Тому, кто бесстрастен, нет необходимости прилагать усилия и воле, пусть я реализую знание видения и освобождения. Тот, кто бесстрастен, естественным образом реализует знание видения и освобождения. Так, монахи, знание видения и освобождения является смыслом и пользой бесстрастия. Бесстрастия является смыслом и пользой разочарования. Разочарование является смыслом и пользой знания и видения вещей в соответствии с действительностью. Знание и видения вещей в соответствии с действительностью является смыслом и пользой сосредоточения. Сосредоточение является смыслом и пользой счастья. Счастье является смыслом и пользой безмятежности. Безмятежность является смыслом и пользой восторга. Восторг является смыслом и пользой радости. Радость является смыслом и пользой несожаления. Несожаление является смыслом и пользой нравственного поведения. Так, монахи, один этап перетекает в следующий этап, один этап заполняет следующий этап, чтобы можно было перебраться с ближнего берега на берег дальний. Патхамаупаниса сутта, непосредственная причина 1. Аян 11.3. Благословенный сказал, 1, монахи, у безнравственного человека, у того, чье нравственное поведение неполноценно, 2, отсутствует непосредственная причина для несожаления. У того, у кого нет несожаления, чье несожаление неполноценно, 3, отсутствует непосредственная причина для радости. У того, у кого нет радости, чья радость неполноценна, 4, отсутствует непосредственная причина для восторга. У того, у кого нет восторга, чей восторг неполноценен, 5, отсутствует непосредственная причина для безмятежности. У того, у кого нет безмятежности, чья безмятежность неполноценна, 6, отсутствует непосредственная причина для счастья. У того, у кого нет счастья, чье счастье неполноценно, 7, отсутствует непосредственная причина для правильного сосредоточения. У того, у кого нет правильного сосредоточения, чье правильное сосредоточение неполноценно, 8, отсутствует непосредственная причина для знания и видения вещей в соответствии с действительностью. У того, у кого нет знания и видения вещей в соответствии с действительностью, чье знание и видение вещей в соответствии с действительностью неполноценно, 9, отсутствует непосредственная причина для разочарования. У того, у кого нет разочарования, чье разочарование неполноценно, 10, отсутствует непосредственная причина для бесстрастия. У того, у кого нет бесстрастия, чье бесстрастие неполноценно, 11, отсутствует непосредственная причина для знания и видения и освобождения. Представьте, как если бы у дерева недоставало ветвей и листвы. В таком случае его ростки не достигли бы полного разрастания. И также и кора, заболония сердцевина не достигли бы полного разрастания. Точно так же, у безнравственного человека, у того, чье нравственное поведение неполноценно, отсутствует непосредственная причина для несожаления. Отсутствует непосредственная причина для знания и видения и освобождения. Монахи, у нравственного человека, у того, чье поведение нравственно, имеется непосредственная причина для несожаления. Когда есть несожаление, у того, кто наделен несожалением, имеется непосредственная причина для радости. Когда есть радость, у того, кто наделен радостью, имеется непосредственная причина для восторга. Когда есть восторг, у того, кто наделен восторгом, имеется непосредственная причина для безмятежности. Когда есть безмятежность, у того, кто наделен безмятежностью, имеется непосредственная причина для счастья. Когда есть счастье, у того, кто наделен счастьем, имеется непосредственная причина для сосредоточения. Когда есть сосредоточение, у того, кто наделен сосредоточением, имеется непосредственная причина для знания и видения вещей в соответствии с действительностью. Когда есть знание и видение вещей в соответствии с действительностью, у того, кто наделен знанием и видением вещей в соответствии с действительностью, имеется непосредственная причина для разочарования. Когда есть разочарование, у того, кто наделен разочарованием, имеется непосредственная причина для бесстрастия. Когда есть бесстрастие, у того, кто наделен бесстрастием, имеется непосредственная причина для знания и видения и освобождения. Представьте, как если бы у дерева были ветви и листва. В таком случае его ростки достигли бы полного разрастания. И также и кора, заболония сердцевина достигли бы полного разрастания. Точно так же, у нравственного человека, у того, чье поведение нравственно, имеется непосредственная причина для несожаления. Имеется непосредственная причина для знания и видения и освобождение. Дутия Упаниса сутта, непосредственная причина 2. АН 11.4. Сутта идентична АН 11.3, но здесь к монахам обращается достопочтенный Сурепута. Татья Упаниса сутта, непосредственная причина 3. АН 11.5. Сутта идентична АН 11.3, но здесь к монахам обращается достопочтенный Ананда. Вьясана сутта, беда. АН 11.6. Благословенный сказал, монахи, когда монах, тот, кто оскорбляет и унижает своих приятелей монахов, оскорбляет благородных, то не может быть такого, немыслимо, чтобы он не навлек на себя хотя бы одну из этих одиннадцати бед. Каких одиннадцати? Один, он не достигает того, чего еще не достиг, два, он не спадает от того, чего достиг, три, его благие качества не совершенствуются, четыре, он переоценивает свои благие качества, или, пять, ведет святую жизнь без удовлетворенности, или, шесть, совершает пагубный проступок, или, семь, оставляет тренировку и возвращается к низшей жизни мирянина, или, восемь, обретает серьезную болезнь, или, девять, сходит с ума и впадает в умопомешательство, или, десять, умирает со спутанным умом, или, одиннадцать, с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Когда монах, тот, кто оскорбляет и унижает своих приятелей, монахов, оскорбляет благородных, то не может быть такого, немыслимо, чтобы он не навлек на себя хотя бы одну из этих одиннадцати бед. Санья сутта, восприятие. А.Н. 11.7. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, учитель, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать, один, землю в отношении земли, 2, воду в отношении воды, 3, огонь в отношении огня, 4, воздух в отношении воздуха, 5, сферу безграничного пространства в отношении сферы безграничного пространства, 6, сферу безграничного сознания в отношении сферы безграничного сознания, 7, сферу отсутствия всего в отношении сферы отсутствия всего, 8, сферу невосприятия, не невосприятия в отношении сферы невосприятия, не невосприятия, 9, этот мир в отношении этого мира, 10, иной мир в отношении иного мира, 11, что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но чтобы, при этом, он все равно что-то бы воспринимал? Может, Ананда. Но как, учитель, он может обрести такое состояние сосредоточения? Вот, Ананда, монах воспринимает так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неббана. Вот так, Ананда, этот монах может обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать Землю в отношении Земли. Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но, при этом, все равно что-то будет воспринимать. И тогда достопочтенный Ананда, восхитившись и возрадовавшись словам Благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился Благословенному, обошел его с правой стороны и отправился к достопочтенному Сарепуте. Он обменялся с достопочтенным Сарепутой вежливыми приветствиями, и, после обмена вежливыми приветствиями и любезностями, он сел рядом и сказал ему, друг Сарепута, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать Землю в отношении Земли? Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но чтобы, при этом, все равно что-то бы воспринимал? Может, друг Ананда? Но как, друг Сарепута, он может обрести такое состояние сосредоточения? Вот, друг Ананда, монах воспринимает так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, ниббана. Вот так, друг Ананда, этот монах может обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать Землю в отношении Земли. Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но, при этом, все равно что-то будет воспринимать. Как удивительно и поразительно, друг, что объяснение смысла используемой фразы учителя и ученика совпадают и согласуются друг с другом, не расходятся в отношении наивысшего состояния. Один. Только что, друг, я подходил к благословенному и расспросил его о том же самом. Благословенный ответил мне точно так же, в тех же терминах и фразах, что и достопочтенный Сарипута. Как удивительно и поразительно, друг, что объяснение смысла используемой фразы учителя и ученика совпадают и согласуются друг с другом, не расходятся в отношении наивысшего состояния. Один, комментарий поясняет, что под наивысшим состоянием, Аггапада, имеется в виду Ниббана. Монасикара сутта, Внимание! АН 11.8. И тогда и достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Учитель, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет обращать внимание на глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и тактильные ощущения, а также не будет обращать внимание на землю, воду, огонь, воздух, сферу безграничного пространства, сферу безграничного сознания, сферу отсутствия всего, сферу невосприятия, не невосприятия, не будет обращать внимание на этот мир, не будет обращать внимание на иной мир, не будет обращать внимание на что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом. Но, при этом, все равно на что-то будет обращать внимание? Может, Ананда. Но как, учитель, он может обрести такое состояние сосредоточения? Вот, Ананда, монах обращает внимание так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неблана. Вот так, Ананда, этот монах может обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет обращать внимание на глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и тактильные ощущения, а также не будет обращать внимание на землю. Видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но, при этом, все равно на что-то будет обращать внимание. Сандха-сутта, Сандха. АН 11.9. Однажды Благословенный пребывал на диких кирпичной зале. И тогда Достопочтенный Сандха подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему, медитируй подобно чистокровному скакуну, Сандха, а не подобно дикому жеребенку. И как медитирует дикий жеребенок? Когда дикий жеребенок привязан возле кормушки, он медитирует так, корм, корм. И почему? Потому что когда дикий жеребенок привязан возле кормушки, он не задается вопросом, какое задание даст мне сегодня дрессировщик? Что мне сделать, чтобы угодить ему? Привязанный возле кормушки, он лишь медитирует, корм, корм. Точно так же, Сандха, тот, кто подобен дикому жеребенку, отправившись в лес, к подножию дерева, в пустое жилище, пребывает с умом, охваченным и угнетаемым чувственной жаждой, и он не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей чувственной жажды. Питая внутри себя чувственную жажду, он медитирует, размышляет, обдумывает и раздумывает. Он пребывает с умом, охваченным и угнетаемым недоброжелательностью, ленью и апатией, неугомонностью и сожалением, сомнением, и он не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшего сомнения. Питая внутри себя сомнений, он медитирует, размышляет, обдумывает и раздумывает. Он медитирует, 1, в зависимости от земли, 2, в зависимости от воды, 3, в зависимости от огня, 4, в зависимости от воздуха, 5, в зависимости от сферы безграничного пространства, 6, в зависимости от сферы безграничного сознания, 7, в зависимости от сферы отсутствия всего, 8, в зависимости от сферы невосприятия, не невосприятия, 9, в зависимости от этого мира, 10, в зависимости от нового мира, 11, в зависимости от видимого, слышимого, ощущаемого, познаваемого, достигаемого, измышляемого и изучаемого умом. Такова медитация того, кто подобен дикому же ребенку. И как, Сандха, медитирует чистокровный скакун? Когда отличный чистокровный скакун привязан возле кормушки, он не медитирует так «корм, корм». И почему? Потому что когда отличный чистокровный скакун привязан возле кормушки, он задается вопросом, «Какое задание даст мне сегодня дрессировщик? Что мне сделать, чтобы угодить ему?» Привязанный возле кормушки, он не медитирует «корм, корм». Потому что этот отличный чистокровный конь считает применение заостренного прутать для подгонки долгом, оковами, потери, неудачей. Точно так же отличный безупречный человек, отправившись в лес, к подножию дерева, в пустое жилище, не пребывает с умом, охваченным и угнетаемым чувственной жаждой, и он понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей чувственной жажды. Он не пребывает с умом, охваченным и угнетаемым недоброжелательностью, ленью и апатией, неугомонностью и сожалением, сомнением, и он понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшего сомнения. Он не медитирует в зависимости от земли, в зависимости от видимого, слышимого, ощущаемого, познаваемого, достигаемого, измышляемого и изучаемого умом, но, все же, медитирует. Когда он медитирует так, то дэвы вместе с Индрой, Брахмой, Паджапати, поклоняются отличному безупречному человеку издали, говоря так, «Слава тебе, безупречный! Слава тебе, высочайший! Сами мы понятнее можем, медитируешь в зависимости от чего ты». Один. Когда так было сказано, достопочтенный Сандха сказал благословенному, но как, учитель, медитирует отличный безупречный человек, если он не медитирует в зависимости от земли? В зависимости от видимого, слышимого, ощущаемого, познаваемого, достигаемого, измышляемого и изучаемого умом, но, все же, медитирует, то как так, что дэвы вместе с Индрой, Брахмой, Паджапати, поклоняются отличному безупречному человеку издали, говоря так, «Медитируешь в зависимости от чего ты?» Сандха, у отличного безупречного человека исчезло восприятие земли в отношении земли, исчезло восприятие воды, огня, воздуха, сферы безграничного пространства, сферы безграничного сознания, сферы отсутствия всего, сферы невосприятия, не невосприятия этого мира, иного мира, исчезло восприятие в отношении всего видимого, слышимого, ощущаемого, познаваемого, достигаемого, измышляемого и изучаемого умом. Медитируя так, Сандха, отличный безупречный человек не медитирует в зависимости от земли, в зависимости от видимого, слышимого, ощущаемого, познаваемого, достигаемого, измышляемого и изучаемого умом, но, все же, он медитирует. И когда он медитирует так, то дэвы вместе с Индрой, Брахмой, Паджапати, поклоняются отличному безупречному человеку издали, говоря так, медитируешь в зависимости от чего ты. 1.ВМН 22 сказано, что Индра, Брахма, Паджапати, и иные боги не видят, на что опирается сознание Араханта, и поэтому не могут найти его. Маранива-Пасутта, Павлинье-Свертилище А.Н. 11.10 Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в парке странников Павлиньем-Свертилище. Там Благословенный обратился к монахам так, «Монахи! Учитель!» Ответили те монахи. Благословенный сказал, «Монахи, обладая тремя качествами, монах является лучшим среди богов и людей, тем, кто достиг окончательного завершения, получил окончательную защиту от подневольности, прожил окончательную святую жизнь, обрел окончательное осуществление». Какими тремя? 1. Совокупностью нравственности того, кто окончил тренировку, 2. Совокупностью сосредоточения того, кто окончил тренировку, 3. Совокупностью мудрости того, кто окончил тренировку. Обладая этими тремя качествами, монах является лучшим среди богов и людей. Обрел окончательное осуществление. Монахи, обладая другими тремя качествами, монах является лучшим среди богов и людей. Обрел окончательное осуществление. Какими тремя? 4. Чудом сверхъестественных сил, 5. Чудом чтения умов других, 6. Чудом наставления, 7. Правильными воззрениями, 8. Правильным знанием, 9. Правильным освобождением. Монахи, обладая двумя качествами, монах является лучшим среди богов и людей. Обрел окончательное осуществление. Какими двумя? 10. Истинным знанием, и 11. Поведением. Обладая этими двумя качествами, монах является лучшим среди богов и людей. Тем, кто достиг окончательного завершения, получил окончательную защиту от подневольности, прожил окончательную святую жизнь, обрел окончательное осуществление. И, монахи, Брахма Санан-Пумара также произнес эту страфу. Член Варны Кхатиев, вот лучший из людей для тех, кто меряет все в рамках Варн. Но тот, кто совершенство в знании и поведении достиг, тот величайший из богов и из людей. Эта страфа, монахи, хорошо произнесена Брахмой Санан-Кумарой, а не плохо произнесена. Она хорошо сказана, а не плохо сказана. Она благотворна, а не вредоносна, и я ее одобряю. Я тоже говорю так, тот величайший из богов и из людей. 1. 1, смотри. СН 6.11, где этот Брахма произносит данную страфу. Патхама Маханама Сутта, Маханама 1. А.Н. 11.11. Однажды Благословенный пребывал в стране Сакьев Капилаватфу в Баниновом парке. И в то время группа монахов изготавливала одеяния для Благословенного, размышляя так, после истечения трех месяцев сезона дождей, когда эта одежда будет готова, Благословенный отправится в странствие. Маханама из клана Сакьев услышал об этом, подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, я услышал вот о чем, группа монахов изготавливает одеяния для Благословенного, размышляя так, после истечения трех месяцев сезона дождей, когда эта одежда будет готова, Благословенный отправится в странствие. «Господин, как нам следует пребывать со всеми нашими делами и обязанностями?» «Хорошо, хорошо, Маханама. Вам подобает подходить к Татхагате и спрашивать его так, «Господин, как нам следует пребывать со всеми нашими делами и обязанностями?» Маханама, один, преуспевает лишь человек, обладающий верой, а не тот, кто не обладает верой. Два, преуспевает лишь человек, обладающий усердием, а не тот, кто ленив. 3. Преуспевает лишь тот, у кого утверждена осознанность, а не тот, у кого замутнен. 4. Преуспевает лишь тот, кто сосредоточен, а не тот, кто не сосредоточен. 5. Преуспевает лишь мудрый, а не тот, кто не мудр. Утвердив в себе эти пять качеств, тебе далее следует развивать шесть вещей. 6. Маханама, тебе следует памятовать этот хагати, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Когда ученик благородных памятует о тот хагате, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на тот хагату. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхаме, обретает радость, связанную с Дхамой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такой зовется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о Будде. 7. Далее, Маханама, тебе следует памятовать о Дхамме. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Когда ученик благородных памятует о Дхамме, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на Дхамму. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такой зовется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей и угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о Дхамме. 8. Далее, Маханама, тебе следует памятовать о Сангхе, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по правильному пути, другими словами, 4 пары или 8 типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Когда ученик благородных памятует о Сангхе, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на Сангху. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такой зовется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о Сангхе. 9. Далее, Маханама, тебе следует памятовать о своем собственном нравственном поведении, цельном, безупречном, не имеющем изъянов, не запятнанном, освобождающем, восхваляемым мудрецами, ярком, ведущим к сосредоточению. Когда ученик благородных памятует о своем нравственном поведении, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на нравственное поведение. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такой зовется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование нравственном поведении. Далее, Маханама, тебе следует памятовать о своей щедрости. Воистину, велика моя удача и благо, что среди людей, охваченных загрязнением скупости, я пребываю дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуюсь оставлению, предан благотворительности, радуюсь дарению и разделению. Когда ученик благородных памятует о своей щедрости, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на нравственное поведение. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такой зовется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей и угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о щедрости. Далее, Маханама, тебе следует памятовать о божествах, существуют дэвы мира четырех великих царей, дэву Таватимсы, дэву Ямы, дэву Туситы, дэвы, наслаждающиеся творениями, дэвы, которые имеют власть над творениями других, дэвы Свиты Брахмы и дэвы, что превыше этих. Наделенные таким-то уровнем веры, они, умерев здесь в этой жизни, переродились там. Точно такая же вера есть и у меня тоже. Наделенные таким-то уровнем нравственного поведения, учености, щедрости, мудрости, они, умерев в этой жизни, переродились там. Точно такая же мудрость есть и у меня тоже. Когда ученик благородных памятует о вере, нравственном поведении, учености, щедрости, мудрости как в себе, так и в тех божествах, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на божества. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такой зовется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о божествах. Дутио Маханама сутта Маханама 2. АН 11-12. Сутта идентична АН 11-11, но один небольшой однотипный фрагмент в описании памятования замещен другим. Вместо, ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такой зовется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование. Идет следующий, ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. Маханама, тебе следует развивать это памятование о Будде, Дхамме, Сангхе, нравственном поведении, божествах, когда ты идешь, стоишь, сидишь, лежишь. Тебе следует развивать его во время работы и по мере пребывания в своем доме, полном детей. Нандия сутта, Нандия. АН 11.13. Однажды Благословенный пребывал в стране Сакьев-Капилаваттху в Банииновом парке. И в то время Благословенный собирался проводить сезон дождей в Саваттхе. Нандия из клана Сакьев услышал об этом, и мысль пришла к нему, я тоже буду проводить сезон дождей в Саваттхе. Один. Там я буду работать и время от времени буду посещать Благословенного. И тогда Благословенный начал проводить сезон дождей в Саваттхе. Нандейс клана Сакьев также начал проводить сезон дождей в Саваттхе, где стал работать и время от времени посещать Благословенного. И в то время группа монахов изготавливала одеяние для Благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев сезона дождей, когда эта одежда будет готова, Благословенный отправится в странствии. Нандейс клана Сакьев услышал об этом, подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, господин, я услышал вот о чем, группа монахов изготавливает одеяние для Благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев сезона дождей, когда эта одежда будет готова, Благословенный отправится в странствии. Господин, как нам следует пребывать со всеми нашими делами и обязанностями? Хорошо, хорошо, Нандия. Вам подобает подходить к Татхагате и спрашивать его так, господин, как нам следует пребывать со всеми нашими делами и обязанностями? Нандия, 1, преуспевает лишь человек, обладающий верой, а не тот, кто не обладает верой. 2, преуспевает лишь человек нравственный, а не безнравственный. 3, преуспевает лишь человек, обладающий усердием, а не тот, кто ленив. 4, преуспевает лишь тот, у кого утверждена осознанность, а не тот, ум кого замутнен. 5, преуспевает лишь тот, кто сосредоточен, а не тот, кто не сосредоточен. 6, преуспевает лишь мудрый, а не тот, кто не мудр. Утвердив в себе эти шесть качеств, тебе следует утвердить осознанность внутренней в отношении пяти вещей. 7. Надия, тебе следует памятовать о Татхагате, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Вот как тебе следует утвердить осознанность внутренняя, опираясь на Татхагату. 8. Далее, Надия, тебе следует памятовать о Тхамме, Тхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Вот как тебе следует утвердить осознанность внутренняя, опираясь на Тхамму. 9. Далее, Надия, тебе следует памятовать о хороших друзьях, воистину, велика моя удача и благо, что у меня есть хорошие друзья, которые проявляются страдания ко мне, желают моего благополучия, которые дают мне совет и наставляют меня. Вот как тебе следует утвердить осознанность внутренняя, опираясь на хороших друзей. 10. Далее, Надия, тебе следует памятовать о своей щедрости, воистину, велика моя удача и благо, что среди людей, охваченных загрязнением скупости, я пребываю дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуюсь оставлению, предан благотворительности, радуюсь дарению и разделению. Вот как тебе следует утвердить осознанность внутренняя, опираясь на щедрость. 11. Далее, Надия, тебе следует памятовать о божествах, эти божества, которые переродились в теле, состоящем из разума, вместе с теми дэвами, которые превзошли тех, что кормятся с ясной едой, не видят в себе чего-либо, что еще нужно было бы осуществить или же потребности взрасти то, что уже было осуществлено. Подобно освободившемуся насовсем монаху, который не видит в себе чего-либо, что еще нужно было бы осуществить или же потребности взрасти то, что уже было осуществлено, точно так же и с теми божествами, которые переродились в теле, состоящими из разума, вместе с теми дэвами, которые превзошли тех, что кормятся с ясной едой. 2. Вот как тебе следует утвердить осознанность внутренняя, опираясь на божеств. Надия, ученик благородных, наделенный этими одиннадцатью качествами, отбрасывает неблагие состояния ума и не подбирает их. Подобно тому, как перевернутый горшок не вбирает воду, которая вылилась из него, или подобно огню, вышедшему из-под контроля, что движется, выжигая сухие участки леса, и не возвращается назад к тому, что уже было сожжено, точно так же ученик благородных, наделенный этими одиннадцатью качествами, отбрасывает неблагие состояния ума и не подбирает их. 1. По заметке достопочтенного брахмали, довольно необычно для мирянина проходить в осу, как это делают монахи в соответствии с монашеским уставом. Возможно, в те времена это было привычным делом не только для аскетов и отшельников, но также и для мирян из-за трудности передвигаться и путешествовать и так далее. 2. По заметке достопочтенного бодхи, божества, питающиеся с ясной едой, принадлежат к миру чувств, комалока, тогда как в этом фрагменте речь идет о тех, которые превзошли их, то есть находятся выше мира чувств, то есть в мире форм. Божества с телом, состоящим из разума, это брахмы, не божители мира форм. Поскольку говорится, что им более ничего не нужно развивать и осуществлять, то, очевидно, речь идет о том, что эти божества достигли полного просветления, араханства, возможно, речь идет о мирах чистых обителей. Субхути сутта, Субхути. Аян 11.14. И тогда достопочтенный Субхути вместе с монахом Саддхой подошли к Благословенному, поклонились ему и сели рядом. Затем Благословенный обратился к достопочтенному Субхути. Как зовут этого монаха, Субхути? Его зовут Саддха, учитель. Он сын мирянина, обладающего верой, и этот монах покинул жизнь домохозяйскую и ушел жить жизнью бездомной благодаря вере. Я надеюсь, что этот сын мирянина, обладающего верой, этот монах Саддха, который покинул жизнь домохозяйскую и ушел жить жизнью бездомной благодаря вере, выказывает проявление веры. Сейчас подходящий момент, Благословенный. Сейчас подходящий момент, счастливый. Пусть Благословенный разъяснит проявление веры. И я выясню, выказывает ли этот монах проявление веры или же нет. В таком случае, Субхутя, слушай внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответил достопочтенный Субхуте. Благословенный сказал, один, вот, Субхутя, монах нравственен. Он пребывает, обуздавая себя по Тимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Таково проявление веры в том, кто обладает верой. Далее, монах много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. Три, далее, у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. Четыре, далее, монаха легко поправить, и он обладает качеством, благодаря которому его легко поправить. Он терпелив и с уважением получает наставление. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. 5, далее, монах умелый и прилежный в исполнении различных бытовых работ, которые следует делать для его товарищей монахов. Он судит об этих работах уже только после их выполнения, чтобы довести их до конца и выполнить их подобающим образом. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. 6, далее, монах любит Дхамму, одобряет ее в своих утверждениях, наполнен великой радостью в отношении Дхаммы и Винаи. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. 7, далее, монах зарождает усердие к отбрасыванию неблагих качеств и к обретению благих качеств. Он решителен, упорен в своем старании, не оставляет обязанности по взращиванию благих качеств в себе. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. 8, далее, монах достигает по желанию, без труда или проблем, четырех джхан, что составляют высшие умы являются приятным пребыванием в этой самой жизни. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. 9, далее, монах вспоминает свои многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя. Таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так он вспоминает свои многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. 10, далее, за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, монах видит смерть и перерождение существ, различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшееся неправильных воззрений и действовавшее под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшее благородных, придерживавшееся правильных воззрений и действовавшее под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. 11. Далее, за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни, монах входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Это также проявление веры в том, кто обладает верой. Когда так было сказано, достопочтенный Субхути обратился к благословенному, учитель, эти проявления веры в том, кто обладает верой, о которых рассказал благословенный, видны в этом монахе, и он выказывает их. Учитель, этот монах нравственен, много изучал, у него есть хорошие друзья, его легко поправить, он умелый и прилежный в исполнении различных бытовых работ, любит хамму, зарождает усердие, достигает по желанию, без труда или проблем, четырех джхан, вспоминает свои многочисленные прошлые обители, видит смерть и перерождение существ. За счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни, этот монах входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Учитель, эти проявления веры в том, кто обладает верой, о которых рассказал благословенный, видны в этом монахе, и он выказывает их. Хорошо, хорошо, Субхути. В таком случае, Субхути, ты можешь проживать вместе с этим монахом с Атхой, а когда захочешь увидеть Татхагату, можешь брать его с собой. Метта-сутта, Доброжелательность. А.Н. 11.15. Благословенный сказал, монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществлялось, было развито и возвращено, сделано средством передвижения и основанием, исполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать 11 видов пользы. Каких один от Сатя? 1. Практик доброжелательности хорошо спит. 2. Он пробуждается счастливым. 3. Ему не снятся плохие сны. 4. Он приятен человеческим существам. 5. Он приятен нечеловеческим существам. 6. Его защищают божества. 7. Ему не причиняют ущерба огонь, яд, оружие. 8. Его ум быстро сосредоточивается. 9. Его лицо безмятежно. 10. Он умирает без замешательства. 11. Если он не проникнет далее, он направится в мир Брахм. Монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществлялось, было развито и возвращено, сделано средством передвижения и основанием, исполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать этих 11 видов пользы. Дасама сутта, Дасама. А.Н. 11. 16. Однажды достопочтенный Ананда проживал в Белувагамаке рядом с Весали. И тогда домохозяин Дасама из Атфхаканагры прибыл в Паталипуту по некоему делу. Он подошел к некоему монаху в Петушином парке и спросил его, «Господин, где сейчас находится достопочтенный Ананда? Я хотел бы его увидеть». Он в Белувагамаке рядом с Весали, домохозяин. Когда домохозяин Дасама завершил свои дела в Паталипуте, он отправился к достопочтенному Ананде в Белувагамаку, что рядом с Весали. Он поклонился достопочтенному Ананде, сел рядом и сказал ему, «Достопочтенный Ананда, есть ли такая одна вещь, правильно разъясненная благословенным, арахантом, полностью просветленным, который знает и видит, что если монах будет в ней пребывать прилежным, старательным, решительным, то его неосвобожденный ум освободится, его неуничтоженное загрязнение уничтожится, и он достигнет еще недостигнутой и непревзойденной защиты от подневольности. Есть, домохозяин. И что же это? Один, вот, домохозяин, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он рассматривает это и понимает это так, эта первая джхана сотворена и порождена волевым намерением. Но все сотворенное и порожденное волевым намерением является непостоянным, подвержено прекращению. Если он устойчив в этом, то он достигает уничтожения загрязнений ума. Но если он не достигает уничтожения загрязнений, то из-за этой жажды к Дхамме, из-за этой восторженности в Дхамме, один, он, с полным уничтожением пяти нижних оков, становится тем, кто переродится спонтанно в мире чистых обителей и обретет окончательную небо, но там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Такова одна вещь, правильно разъясненная благословенным, арахантом, полностью просветленным, который знает и видит, что если монах будет в ней пребывать прилежным, старательным, решительным, то его неосвобожденный ум освободится, его неуничтоженное загрязнение уничтожится, и он достигнет еще не достигнутой и непревзойденной защиты от подневольности. Два, далее, домохозяин, с угасанием направления и удержания ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джхане. Три, третьей джхане. Четыре, четвертый джхане. Он рассматривает это и понимает это так, эта четвертая джхана сотворена и порождена волевым намерением. Но все сотворенное и порожденное волевым намерением является непостоянным, подвержено прекращению. Если он устойчив в этом, то он достигает уничтожения загрязнений. Но если он не достигает уничтожения загрязнений, то из-за этой жажды к дхамме, из-за этой восторженности в дхамме, он, с полным уничтожением пяти нижних оков, становится тем, кто переродится спонтанно в мире чистых обителей и обретет окончательную небо. Но там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. И это тоже одна вещь, правильно разъясненная благословенным, арахантом, полностью просветленным, который знает и видит, что если монах будет в ней пребывать прилежным, старательным, решительным, то его неосвобожденный ум освободится, его неуничтоженное загрязнение уничтожится, и он достигнет еще не достигнутой и непревзойденной защиты от подневольности. 5. Далее, домохозяин, монах пребывает, наполняя первое направление умом, наделенным доброжелательностью, равно как и второе направление, третье направление и четвертое направление. Он пребывает, наполняя всю вселенную умом, наделенным доброжелательностью, вверх, вниз, вокруг и всюду, как и к самому себе, обширным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он рассматривает это и понимает это так, это освобождение ума доброжелательностью сотворено и порождено волевым намерением. Но все сотворенное и порожденное волевым намерением является непостоянным, подвержена прекращению. Если он устойчив в этом, то он достигает уничтожения загрязнений. Но если он не достигает уничтожения загрязнений, то из-за этой жажды к Дхамме, из-за этой восторженности в Дхамме, он, с полным уничтожением пяти нижних оков, становится тем, кто переродится спонтанно в мире чистых обителей и обретет окончательную небо, но там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. И это тоже одна вещь, правильно разъясненная благословенным. Если монах будет в ней пребывать, он достигнет еще недостигнутой и непревзойденной защиты от подневольности. 6. Далее, домохозяин, монах пребывает, наполняя первое направление умом, наделенным состраданием. 7. Умом, наделенным сорадованием. 8. Умом, наделенным невозмутимостью, равно как и второе направление, третье направление и четвертое направление. Он пребывает, наполняя всю вселенную умом, наделенную невозмутимостью, вверх, вниз, вокруг и всюду, как и к самому себе, обширным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он рассматривает это и понимает это так, это освобождение ума невозмутимостью сотворено и порождено волевым намерением. Но все сотворенное и порожденное волевым намерением является непостоянным, подвержено прекращению. Если он устойчив в этом, то он достигает уничтожения загрязнений. Но если он не достигает уничтожения загрязнений, то из-за этой жажды к Дхамме, из-за этой восторженности в Дхамме, он, с полным уничтожением пяти нижних оков, становится тем, кто переродится спонтанно в мире чистых обителей и обретет окончательную небо, но там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. 9. Далее, домохозяин, с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающий внимания на восприятие множественности, воспринимая пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Он рассматривает это и понимает это так, это достижение сферы безграничного пространства сотворено и порождено волевым намерением. Но все сотворенное и порожденное волевым намерением является непостоянным, подвержено прекращению. Если он устойчив в этом, то он достигает уничтожения загрязнений. Но если он не достигает уничтожения загрязнений, то из-за этой жажды к Дхамме, из-за этой восторженности в Дхамме, он, с полным уничтожением пяти нижних оков, становится тем, кто переродится спонтанно и обретет окончательную небо, но там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Далее, домохозяин, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, он входит и пребывает в сфере безграничного сознания. С полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, он входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Он рассматривает это и понимает это так, это достижение сферы отсутствия всего сотворено и порождено волевым намерением. Но все сотворенное и порожденное волевым намерением является непостоянным, подвержено прекращению. Если он устойчив в этом, то он достигает уничтожения загрязнений. Но если он не достигает уничтожения загрязнений, то из-за этой жажды к Дхамме, из-за этой восторженности в Дхамме, он, с полным уничтожением пяти нижних оков, становится тем, кто переродится спонтанно и обретет окончательную небо, но там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Когда так было сказано, домохозяин Досама из Атхаканагары сказал достопочтенному Ананде, «Достопочтенный Ананда, это как если бы человек искал один вход к спрятанному сокровищу, но вдруг нашел сразу одиннадцать входов к этому сокровищу. Точно так же я искал одну дверь в бессмертной, но вдруг услышал сразу об одиннадцати дверях бессмертной. Два. Это как если бы у человека был бы дом с одиннадцатью дверями, и когда этот дом бы загорелся, он мог бы убежать в безопасное место через любую из этих одиннадцати дверей. Также я могу убежать в безопасное место через любую из этих одиннадцати дверей в бессмертной. Достопочтенный, представитель других религиозных движений просит вознаграждения для своих учителей, так почему бы мне не сделать подношение достопочтенному Ананде? И тогда домохозяин Досама из Атхаканагары собрал сангху монахов из Паталипуты и висали своими собственными руками и обслужил их, преподнеся различные виды хорошей еды. Он подарил пару одежд каждому монаху и комплект из трех одежд достопочтенному Ананде. А затем он построил для достопочтенного Ананды жилище ценой в пять сотен монет. Один, комментарий объясняет это как желание, жажду и привязанность к самому процессу прозрения. Если практикующему не удается отбросить подобный вид жажды, то он становится невозвращающимся, если удается, арахантом. Два, примечание переводчика СВ, эту сутту можно трактовать так, что Ниббаны можно достичь даже из первой джханы. Однако другие сутты канона намекают на обязательное достижение как минимум четырех джхан. Вероятно, достижение Ниббаны с первой джханы возможно только в случае предварительного освоения всех четырех джхан. Например, смотри. АН 7.69. Гопала сутта, пастух. АН 11.17. Благословенный сказал, монахи, обладая одиннадцатью факторами, пастух не способен содержать и выращивать стадо. Какими одиннадцатью? Пастух не имеет знания формы. Он не умел и в плане определения характеристик. Он не вытаскивает яйца мух. Он не перевязывает ран. Он не куривает для обеззараживания сараи. Он не знает мест водопоя. Он не понимает, что значит напиться домашнему скоту. Он не знает дорогу. Он не умел и в пастбищах. Он доит нас уха. Он не выражает особого почтения тем быкам, которые отцы и вожаки стада. Обладая этими одиннадцатью факторами, пастух не способен содержать и выращивать стадо. Точно так же, монахи, обладая одиннадцатью факторами, монах не способен к росту, совершенствованию, исполнению в этой дхаме и винае. Какими одиннадцатью? Монах не имеет знания формы. Он не умел и в плане характеристик. Он не вытаскивает яйца мух. Он не перевязывает ран. Он не куривает сараи. Он не знает мест водопоя. Он не понимает, что значит напиться. Он не знает дорогу. Он не умел и в пастбищах. Он доит нас уха. Он не выражает особого почтения тем старшим монахам, которые уже давно находятся в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, которые отцы и вожаки Сангхи. Один. И каким образом монах не имеет знания формы? Вот монах не понимает в соответствии с действительностью, всякая форма любого вида, это четыре великих элемента и форма, выстроенная из четырех великих элементов. Вот каким образом этот монах не имеет знания формы? Два. И каким образом монах не умел и в плане характеристик? Вот монах не понимает в соответствии с действительностью, дурака характеризуют его поступки. Мудреца характеризуют его поступки. Вот каким образом этот монах не умел и в плане характеристик? Три. И каким образом монах не вытаскивает яйца мух? Вот монах терпит возникшую мысль, вызванную чувственным желанием. Он не отбрасывает ее, не рассеивает ее, не устраняет ее, не уничтожает ее. Он терпит возникшую недоброжелательную мысль. Терпит возникшую мысль о причинении вреда. Терпит плохие и неблагие состояния ума каждый раз, как они возникают. Он не отбрасывает их, не рассеивает их, не устраняет их, не уничтожает их. Вот каким образом этот монах не вытаскивает яйца мух. 4. И каким образом монах не перевязывает ран? Вот, увидев форму глазом, монах цепляется за ее черты и детали. Хотя, по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие и неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он не практикует сдержанность в отношении этого. Он не охраняет качество глаза. Он не предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он цепляется за его черты и детали. Хотя, по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие и неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он не практикует сдержанность в отношении этого. Он не охраняет качество ума. Он не предпринимает сдерживание качества ума. Вот каким образом этот монах не перевязывает ран. И каким образом монах не окуривает сарая? Вот монах не обучает других услышанной и заученной им Дхамме в подробностях. Вот каким образом этот монах не окуривает сараи. И каким образом монах не знает мест водопоя? Вот монах время от времени не подходит к тем монахам, которые ученые, наследники наследия, эксперты в Дхамме, эксперты в Винае, эксперты в основных положениях Дхаммы. И он не интересуется у них, достопочтенный, как это понять? Каково значение этого? И те достопочтенные не раскрывают ему того, что для него не было раскрыто, не проясняют неясное, не рассеивают его замешательство в отношении многочисленных трудных моментов. Вот каким образом этот монах не знает мест водопоя. 7. И каким образом монах не понимает, что значит напиться? Вот, когда преподается провозглашенная Тадхагат и Дхамма и Виная, монах не получает вдохновения от значения, не получает вдохновения от Дхаммы, не получает радости, связанной с Дхаммой. Вот каким образом этот монах не понимает, что значит напиться? 8. И каким образом монах не знает дорогу? Вот монах не понимает в соответствии с действительностью благородного восьмеричного пути. Вот каким образом этот монах не знает дорогу. 9. И каким образом монах неумелый в пастбищах? Вот монах не понимает четырех основ осознанности в соответствии с действительностью. Вот каким образом этот монах неумелый в пастбищах. 1. 10. И каким образом монах даит нас ухо? Вот, когда верующие домохозяева приглашают монаха принять одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечение для больных монахов, монах принимает, не зная меры. Вот каким образом монах даит нас ухо. 11. И каким образом монах не выражает особого почтения тем старшим монахам, которые уже давно находятся в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, которые отцы и вожаки сангхи? Вот монах не поддерживает телесных, словесных и умственных поступков доброжелательности как на людях, так и приватно, по отношению к тем старшим монахам, которые отцы и вожаки сангхи. Вот каким образом этот монах не выражает особого почтения тем старшим монахам, которые отцы и вожаки сангхи. Обладая этими 11 факторами, монах не способен к росту, совершенствованию, исполнению в этой тхами винаи. Монахи, обладая 11 факторами, пастух способен содержать и выращивать стадо. Какими один отцатью? Пастух имеет знание формы. Он умелый в плане определения характеристик. Он вытаскивает яйца мух. Он перевязывает раны. Он окуривает для обеззараживания сараи. Он знает места водопоя. Он понимает, что значит напиться домашнему скоту. Он знает дорогу. Он умелый в пастбищах. Он не дает насухо. Он выражает особое почтение тем быкам, которые отцы и вожаки стада. Обладая этими одиннадцатью факторами, пастух способен содержать и выращивать стадо. Точно так же, монахи, обладая одиннадцатью факторами, монах способен к росту, совершенствованию, исполнению в этой тхаме и винае. Какими один отцатью? Монах имеет знание формы. Он умелый в плане характеристик. Он вытаскивает яйца мух. Он перевязывает раны. Он окуривает сараи. Он знает места водопоя. Он понимает, что значит напиться. Он знает дорогу. Он умелый в пастбищах. Он не дает нас уха. Он выражает особое почтение тем старшим монахам, которые уже давно находятся в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, которые отцы и вожаки сангхи. И каким образом монах имеет знание формы? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, всякая форма любого вида, это четыре великих элемента и форма, выстроенная из четырех великих элементов. Вот каким образом этот монах имеет знание формы? И каким образом монах умелый в плане характеристик? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, дурака характеризуют его поступки. Мудреца характеризуют его поступки. Вот каким образом этот монах умелый в плане характеристик? И каким образом монах вытаскивает яйца мух? Вот монах не терпит возникшую мысль, вызванную чувственным желанием. Он отбрасывает ее, рассеивает ее, устраняет ее, уничтожает ее. Он не терпит возникшую недоброжелательную мысль. Не терпит возникшую мысль о причинении вреда. Не терпит плохих неблагих состояний ума каждый раз, как они возникают. Он отбрасывает их, рассеивает их, устраняет их, уничтожает их. Вот каким образом этот монах вытаскивает яйца мух. И каким образом монах перевязывает раны? Вот, увидев форму глазом, монах не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Вот каким образом этот монах перевязывает раны. И каким образом монах окуривает сарая. Вот монах обучает других услышанной и заученной им Дхаме в подробностях. Вот каким образом этот монах окуривает сараи. И каким образом монах знает места водопоя. Вот монах время от времени подходит к тем монахам, которые ученые, наследники наследия, эксперты в Дхаме, эксперты в Винае, эксперты в основных положениях Дхаммы. И он интересуется у них, достопочтенный, как это понять? Каково значение этого? И тогда те достопочтенные раскрывают ему то, что для него не было раскрыто, проясняют неясные, рассеивают его замешательства в отношении многочисленных трудных моментов. Вот каким образом этот монах знает места водопоя. И каким образом монах понимает, что значит напиться? Вот, когда преподается провозглашенная Татхагат и Дхамма и Виная, монах получает вдохновение от значения, получает вдохновение от Дхаммы, получает радость, связанную с Дхаммой. Вот каким образом этот монах понимает, что значит напиться? И каким образом монах знает дорогу? Вот монах понимает в соответствии с действительностью благородный восьмеричный путь. Вот каким образом этот монах знает дорогу? И каким образом монах умелый в пастбищах? Вот монах понимает четыре основы осознанности в соответствии с действительностью. Вот каким образом этот монах умелый в пастбищах. И каким образом монах не дает нас уха? Вот, когда верующие домохозяева приглашают монаха принять одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечение для больных монахов, монах принимает, зная меру. Вот каким образом монах не дает нас уха? И каким образом монах выражает особое почтение тем старшим монахам, которые уже давно находятся в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, которые отцы и вожаки Сангхи? Вот монах поддерживает телесные, словесные и умственные поступки доброжелательности как на людях, так и приватно, по отношению к тем старшим монахам, которые отцы и вожаки Сангхи. Вот каким образом этот монах выражает особое почтение тем старшим монахам, которые отцы и вожаки Сангхи. Обладая этими одиннадцатью факторами, монах способен к росту, совершенствованию, исполнению в этой Дхамме и Винае. 1. Смотри также СН 47.6 Патхамаса Мадхи Сутта, Сосредоточение 1. АН 11.18 И тогда группа монахов подошла к благословенному, они поклонились ему, сели рядом и сказали, «Учитель, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать?» 1. Землю в отношении Земли, 2. Воду в отношении воды, 3. Огонь в отношении огня, 4. Воздух в отношении воздуха, 5. Сферу безграничного пространства в отношении сферы безграничного пространства, 6. Сферу безграничного сознания в отношении сферы безграничного сознания, 7. Сферу отсутствия всего в отношении сферы отсутствия всего, 8. Сферу невосприятия и невосприятия в отношении сферы невосприятия и невосприятия, 9. Этот мир в отношении этого мира, 10. Иной мир в отношении иного мира, 11, что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но чтобы, при этом, он все равно что-то бы воспринимал? Может, монахи? Но как, учитель, он может обрести такое состояние сосредоточения? Вот, монахи, монах воспринимает так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неббана. Вот так, монахи, этот монах может обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать землю в отношении земли. Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но, при этом, все равно что-то будет воспринимать. Дутия Самадхи Сутта, Сосредоточение 2. А.Н. 11.19. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать, один, землю в отношении земли? 1.11. Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но чтобы, при этом, он все равно что-то бы воспринимал? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда, монахи, слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, монах может обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать, землю в отношении земли. Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но чтобы, при этом, он все равно что-то бы воспринимал. Но как, учитель, он может обрести такое состояние сосредоточения? Вот, монахи, монах воспринимает так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неблана. Вот так, монахи, этот монах может обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать землю в отношении земли. Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но, при этом, все равно что-то будет воспринимать. Один, как в предыдущей сутте, А.Н. 11.18 Татья-самадхи сутта, сосредоточение 3. А.Н. 11.20 Сутта идентична А.Н. 11.18, но здесь чуть иное вступление, и группа монахов беседует не с Буддой, а с достопочтенным Сарипутой, и тогда группа монахов подошла к достопочтенному Сарипуте и обменялась с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями, они сели рядом и сказали достопочтенному Сарипуте, друг Сарипута, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения. Читутха-самадхи сутта, сосредоточение 4. А.Н. 11.21 Там достопочтенный Сарипута обратился к монахам, монахе, может ли монах обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать, один, землю в отношении земли. 1.11. Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но чтобы, при этом, он все равно что-то бы воспринимал? Мы пришли сюда издалека, друг, чтобы получить разъяснение смысла этого утверждения у достопочтенного Сарипуты. В самом деле, было бы хорошо, если бы достопочтенный Сарипута прояснил бы значение этого утверждения. Услышав это из уст достопочтенного Сарипуты, монахи запомнят это. В таком случае, друзья, слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, друг, ответили те монахи. Достопочтенный Сарипута сказал, монахи, монах может обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать, землю в отношении земли. Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но чтобы, при этом, он все равно что-то бы воспринимал. Но как, друг, он может обрести такое состояние сосредоточения? Вот, монахи, монах воспринимает так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неббана. Вот так, монахи, этот монах может обрести такое состояние сосредоточения, что он не будет воспринимать землю в отношении земли. Что-либо видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, но, при этом, все равно что-то будет воспринимать. Один, как в Айн 11.18. Сутты Айн 11.22.29. Сутты идентичны Айн 11.17, но вместо фразы, монах не способен к росту, совершенствованию, исполнению в этой Дхамме Винае, идут другие, не способен к пребыванию созерцания непостоянства в глазе. Айн 11.22, не способен к пребыванию созерцания страдательности в глазе. Айн 11.23, не способен к пребыванию созерцания безличности в глазе. АН 11-24, не способен к пребыванию созерцания уничтожения в глазе. АН 11-25, не способен к пребыванию созерцания исчезновения в глазе. АН 11-26, не способен к пребыванию созерцания угасания в глазе. АН 11-27, не способен к пребыванию созерцания прекращения в глазе. АН 11-28, не способен к пребыванию созерцания оставления в глазе. АН 11-29. Сутты АН-11-30-501 Сутты идентичны суттам АН-11-22-29, но вместо глаза идут иные категории – ухо, нос, язык, тело, ум, группа сутта АН-11-30-69. Формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, ментальные феномены, группа сутта АН-11-70-117. Сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума, группа сутта АН-11-118-165. Контакт глаза, контакт уха, контакт носа, контакт языка, контакт тела, контакт ума, группа сутта АН-11-166-213. Чувство, рожденное контактом глаза, чувство, рожденное контактом уха, чувство, рожденное контактом носа, чувство, рожденное контактом языка, чувство, рожденное контактом тела, чувство, рожденное контактом ума. Группа Сутаин 11-214-261 Восприятие форм, восприятие звуков, восприятие запахов, восприятие вкусов, восприятие тактильных ощущений, восприятие ментальных феноменов Группа Сутаин 11-262-309 Намерение к формам, намерение к звукам, намерение к запахам, намерение к вкусам, намерение к тактильным ощущениям, намерение к ментальным феноменам Группа Сутаин 11-310-367 Жажда к формам, жажда к звукам, жажда к запахам, жажда ко вкусам, жажда к тактильным ощущениям, жажда к ментальным феноменам, группа Сутаин 11-368-405. Направление ума на формы, направление ума на звуки, направление ума на запахи, направление ума на вкусы, направление ума на тактильные ощущения, направление ума на ментальные феномены, группа Сутаин 11-406-453. Удержание ума на формах, удержание ума на звуках, удержание ума на запахах, удержание ума на вкусах, удержание ума на тактильных ощущениях, удержание ума на ментальных феноменах, группа сутты Айон 11-454-501. Сутты Айон 11-502-981. Сутты идентичны суттам Айон 11-22-501, но здесь речь идет о том, что монах способен, а не не способен, то есть, цитируется только вторая часть Айон 11-17. В бирманской редакции канона этих сутт нет. Достопочтенный Бойтхи предполагает, что их не включили, так как они, как подразумевалось бирманскими редакторами, уже входят в предыдущие серии повторений. Рага сутта, страсть. Айон 11-982. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания страсти следует развивать одиннадцать вещей. Какие одиннадцать? 1-1-Цхану, 2-2-Цхану, 3-3-Цхану, 4-4-Цхану, 5-Освобождение ума доброжелательностью, 6-Освобождение ума со страданием, 7-Освобождение ума сорадованием, 8-Освобождение ума невозмутимостью, 9-Сферу безграничного пространства, 10-Сферу безграничного сознания, 11-Сферу отсутствия всего. Ради прямого знания страсти следует развивать эти 11 вещей. Сутты АН 11983-991 Сутты идентичны АН 11982, но вместо «ради прямого знания страсти», здесь идет «ради полного понимания страсти». АН 11983 – ради полного уничтожения страсти. АН 11984 – ради полного отбрасывания страсти. АН 11985 – ради уничтожения страсти. АН 11986 – ради исчезновения страсти. АН 11987 – ради угасания страсти. АН 11988 – ради прекращения страсти. АН 11989 – ради отказа от страсти. АН 11990 – ради оставления страсти. АН 11991. Сутты АН 11992, 1001 Сутты идентичны АН 11982, но вместо «ради прямого знания страсти», здесь идет «ради прямого знания злобы». АН 11992 Ради полного понимания злобы. АН 11993 Ради полного уничтожения злобы. АН 11994 Ради полного отбрасывания злобы. АН 11995 Ради уничтожения злобы. АН 11996 Ради исчезновения злобы. АН 11997 Ради угасания злобы. АН 11998 Ради прекращения злобы. АН 11999 Ради отказа от злобы. АН 111000 Ради оставления злобы. АН 11001 Сутты АН 11002, 1151 Сутты идентичны АН 11992, 1001, но вместо злобы идут иные значения, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукавства, упрямства, горячности, самомнения, надменностей, опьянения, беспечности. Субтитры создавал DimaTorzok